Какие ассоциации возникают у тебя со словом «дружба»? Слово это обычно ассоциируется с искренностью, доверием, надежностью в отношениях. Собака из всех видов домашних животных, наверное, ближе всего к человеку, и все эти качества для нее неотъемлемы. Как ты думаешь, можно ли считать собаку другом человека? Объясни свою точку зрения, используя для этого схему. Сегодня на примере героев произведения Чинг Эрнеста Сеттона Томпсона мы попробуем доказать, что собака действительно друг человека, и поговорим о том, является ли человек другом собаки. А также ты сможешь назвать главных героев произведения и дать характеристику им и их поступкам. Для этого ты найдешь положительные и отрицательные стороны, обратишь внимание на эмоции и чувства, которые они у тебя вызывают, выскажешь свое отношение и, может быть, дашь какие-то советы и рекомендации людям, которые содержат домашних животных. Но сначала прочти отрывок из рассказа Чинг, начиная на странице 125. Ставь на паузу на время чтения и постарайся понять и прочувствовать поступки героев этого произведения. А затем давай рассмотрим этот рассказ с разных позиций, примеряя для этого шляпы разных цветов. Каждая шляпа необычная, она имеет свое назначение. Например, перед тем, как примерить головной убор белого цвета и принимать в нем решение, необходимо запастись всеми фактами и располагать точной информацией. Надевая черную шляпу, мы будем находить все неприятности, которые были описаны в произведении. Для чего нам нужна эта шляпа? Для того, чтобы впоследствии не повторять допущенных ошибок. Думаю, этот рассказ не оставил тебя равнодушным ни к героям, ни к тому, что происходило. О своих эмоциях и чувствах ты сможешь рассказать в примере в красную шляпу. В зеленой шляпе, охладив свой пыл, возможно, ты предложишь какие-то новые решения для улучшения ситуации. Надев желтую шляпу, сможешь найти как можно больше радости и позитива в прочитанном тексте. А итог ты подведешь в синей шляпе. Она позволит тебе проанализировать все прочитанное и сделать выводы. Итак, перечитай еще раз текст и затем мы продолжим. Надеваем белую шляпу и начинаем. Белая шляпа – это точные сведения, которые ты получил при прочтении. Только то, что мы точно знаем. Постарайся ответить на вопросы. Ставь на паузу, а затем проверь себя. Автором произведения является канадский писатель, художник, который иллюстрировал свои книги, большой любитель природы Эрнест Сеттон Томпсон. Около 80 книг он посвятил животным. Один из этих рассказов о замечательном щенке по прозвищу Чинг. Назови главных героев произведения и расскажи о них, используя только факты из текста. Попробуй распределить части книги по порядку тех событий, которые были описаны в рассказе. Ставь на паузу, а затем проверь себя. Итак, ты уже можешь назвать главных героев и располагаешь конкретными фактами об их жизни. А это значит, что пора сменить шляпу на красную и рассказать о тех чувствах и эмоциях, которые у тебя возникали при прочтении рассказа. Вспомни, какие эмоции ты испытывал при чтении, когда ты чувствовал беспокойство, когда злость или страх, когда хотелось помочь. Расскажи, с какими моментами они связаны. Прочти слова, которые влияли на твои эмоции. Возможно, ты сможешь найти и другие эмоциональные фрагменты текста. Для того, чтобы правильно оценить поступки героев, необходимо уметь находить ошибки, чтобы не допускать их в будущем. Давай наденем черную шляпу. Она поможет нам вспомнить, что не понравилось, что было неправильным. Вспомни, какие недостатки были у главных героев рассказа. Задумайся, можно ли считать недостатком беспокойный характер Чинка? С чем это может быть связано? Обрати внимание, что объединяет эти слова. Несмотря на то, что они относятся к разным героям, в основном они обозначают не лучшее качество характера каждого из них. Догадайся, каким героям они относятся. Ты смог дать характеристику героев. А сможешь ли ты дать характеристику ситуации, в которой один из них оказался? Догадайся, о ком речь? Какой поступок можно так оценить? Так беспечно Билл Обри поступил по отношению к своей собаке, оставив ее в опасности. Беспечный – это не проявляющий нужного внимания. Тот, кто не задумывается о возможных последствиях. Как ты думаешь, кто из героев рассказа поступал беспечно? И объясни, почему нельзя так делать? Выбери и прочти самый напряженный момент рассказа. А затем ответь на вопросы. Какой момент рассказа вызвал у тебя самое неприязненное отношение к кому-либо из героев? Чем это вызвано? Объясни причину такого отношения. И почему автор пишет «Жизнь Чинка превратилась в сплошное мучение». Ставь видео на паузу для того, чтобы ответить на эти вопросы, а затем мы продолжим. Давай сделаем следующий шаг от признания и исправления ошибок к радостным событиям, которые были описаны в рассказе. Надень желтую шляпу. Все-таки желтый цвет ассоциируется обычно с солнцем, радостью и хорошим настроением. И вспомни те приятные радостные моменты, которые были описаны в рассказе. Подтверди свои примеры словами из текста. Вспомни, когда действия Чинка вызывали радостные эмоции. Перечитай эти эпизоды рассказа. Билл Обри раскаялся, признал свою вину. И это уже хорошая радостная весть. Но как можно было избежать такой неприятной ситуации? Подумай об этом, примерив зеленую шляпу. Именно в ней ты сможешь предложить новые варианты решения этой проблемы. А возможно, сможешь придумать и продолжение этой истории. Догадайся, чьи это характеристики и дополни их примерами из текста. Затем проверь себя. Итак, давай подведем итоги. Ты смог разобраться в сложной ситуации, дать оценку поступкам героев и объяснить, почему они так поступали. Ты смог охарактеризовать каждого из них, прочувствовать то, что чувствовали они. Как ты думаешь, какие пословицы подходят к рассказу? Кому бы ты их порекомендовал? Может, теперь ты сможешь ответить на главные вопросы, которые были поставлены еще до прочтения этого произведения? На примере Чинка объясни, может ли быть собака другом человека? А на примере старого Билла можно ли его назвать другом Чинка? Так Эрнест Сеттон Томпсон рассказывал о своих рассказах. Своими произведениями я не только хотела открыть людям глаза на тех, кто живет рядом с ними, но и остановить бессмысленное и бесцельное истребление диких животных. Так о чем этот рассказ? Об отношениях людей и животных, о верности и преданности собаке, об ответственности человека перед животными. Главное – о человечности, потому что человечность – это не отношение людей друг к другу, это отношение людей к животным.